Добрый день, меня зовут Комаров Михаил. Сегодня мы продолжим цикл веб-кастов, посвященных домашней виртуализации. Вторая часть установка базового программного обеспечения, подготовка самой платформы, которая позволит нам в дальнейшем эффективно использовать решения домашней виртуализации. Содержание. Коротко пройдемся о системных требованиях, хотя в первом веб-касте, посвященном домашней виртуализации, были более подробно это рассмотрено, потом практическая часть установка роли Hyper-V и вторая практическая часть это дифференциальные диски работы с ними. То есть будут показаны определенные приемы работы. Итак, стандартно, для того чтобы у нас работала виртуализация, в данном контексте мы будем понимать именно серверную виртуализацию в реализации Microsoft под названием продукта, имеющая торговую марку Hyper-V. Для этого требуется поддержка аппаратной виртуализации. У AMD это называется технология AMD-V, у Intel эта технология называется VTX. Поддержку можно найти, проверить, поддерживает ли процессор эту технологию можно найти на сайтах производителя. Итаниум не поддерживает. Коротко, после того, как мы выбрали процессор, который поддерживает технологию, мы должны включить определенные параметры BIOS, но об этом чуть попозже. Итак, для того чтобы наша домашняя система была многофункциональной и позволяла делать различные, там более удобные вещи, приемы, трюки с ней и не мешать домашним пользователям этого же нашего компьютера. Потому что, как часто один и тот же компьютер используется в домашних условиях, как не единое рабочее место, а рабочее место для многих пользователей. Поэтому будем рассматривать установку Windows 2008 R2 на VHD диск. В принципе, это может относиться к вашему ноутбуку. Включение роли Hyper-V и дифференциальные диски. Пройдемся далее. Итак, уникальная возможность продукта Windows 2008 R2 устанавливать операционную систему не на прямую файловую систему, а заранее созданный виртуальный диск. Файл с расширением VHD. В принципе, эта возможность присуща и операционным системам класса Windows 7, но все зависит от редакции. Для серверов это поддерживается всеми редакциями, за исключением редакции Foundation. Для Windows 7 это поддерживается для редакции Enterprise и Ultimate. Итак, каким образом у нас это все происходит? Загружаемся с DVD диска. В биосе ставим загрузку с DVD диска. Загружается сначала Windows PE, Installation Environment, где мы выбираем версию языка. Например, версию, если у нас многоязыковый диск, либо там, допустим, версия там по умолчанию стоит английская. Выбираем местонахождение, локейшн, русскую. И основной язык, допустим, выбираем английский. Ну, нажимаем Shift F10 и вот здесь начинается самое интересное. То есть, мы еще не установив систему, только загрузилась оболочка, можно сказать, определенный Live CD. И на Shift F10 мы попадаем в командную строку, где с помощью инструментов командной строки мы можем создать наш виртуальный диск. Инструмент для работы с дисками, с дисковой подсистемой у нас есть. Это утилита Diskpart. Это утилита командной строки, которая позволяет создавать, удалять, форматировать жесткие диски, создавать разделы. То есть, если в статье, в статье, которая у меня была размещена на IT-бенде, там даже был пример, каким образом можно загрузиться с жесткого диска и с помощью утилиты Diskpart можно целиком очистить жесткий диск, пересоздать разделы, переназначить им различные буквы. В данном случае подразумеваем, что у нас система была двойного назначения, так называемая. Это значит, что на основном компьютере стандартно стояла Windows 7, который использовался дома для образовательно-игровых целей. И здесь мы хотим установить сервер 2008 R2, чтобы не мешать уже установленному программному обеспечению. То есть, в сервер можно взять либо пробную версию, но если у вас есть подписка MSDN TechNet, вы можете взять полнофункциональную версию, которую будете использовать для целей тестирования. Итак, создаем диск. Команда CreateVDiskFile равняется cwin2008, допустим, R2.VSD. То есть, вот этот файл, который мы создаем, 2008 R2.VSD, это будет являться диском, на который будет установлена операционная система. Дальше идут параметры Type, Expandable. Есть два типа дисков, Fixed и Expandable. То есть, Fixed это диски фиксированного размера. Если мы создаем диск размером 10 ГБ, он сразу может при диске фиксированного размера на реальном жестком диске файл займет размер 10 ГБ. И если мы создадим тип Expandable, то есть, тогда файл займет минимум места, и при добавлении туда данных он будет расширяться до размера 10 ГБ. Итак, то есть, создаем диск. Рейтвый диск файл win2008, R2.VSD тип Expandable и максимального размера, допустим, 40. 40 тысяч МБ, он размер в МБ задается, обыкновенно 40 ГБ, на которые, в принципе, может войти операционная система. Ну, я обычно создаю 100, чтобы можно было установить операционную систему и приложение. Итак, имеем в виду, когда мы создаем диск размером 100 ГБ, даже Expandable, всегда у нас желательно, чтобы на жестком диске, который мы создаем, в котором он будет лежать, чтобы всегда было свободное место для его расширения, чтобы не было потом конфликтов по нехватке памяти. Итак, следующая команда, которая делается в дискпаде, выбираем созданный виртуальный диск, Select VDisk, файл cwin2008, R2.VSD, подключаем для установки, оттачивай диск и выходим из команды дискпад, команды exit и выходим экзитом из командной строки и продолжаем установку Windows. Далее выбираем, если мы говорим в английской версии, Custom, и у нас появляется список доступных дисков. И вот в списке доступных дисков появился наш виртуальный диск, на который мы указываем, из которого и на который произведется установка системы. Нажимаем далее и пошла установка систем. После этого, так как у нас, опять же, хотелось бы подчеркнуть, домашний компьютер, не боевой сервер, и у нас, в отличие от стандартных серверных решений, у нас дома нестандартные мониторы, которые не всегда поддерживают стандартное разрешение, нам понадобятся драйвера видеокарты. А если мы будем говорить, что у нас компьютер на процессорах Intel с архитектурой не халим, и мы захотим попробовать технологию ремоты RemoteFX, которая поддерживается в сервиспаке первом 2008 R2, тогда нам никак не обойтись без последних драйверов на видеокарту. На дискретную видеокарту хотелось бы добавить, если мы будем использовать эту технологию. Итак, после этого проводится установка в этот жесткий диск, устанавливаются драйвера видеокарты, и теперь подходим к установке Hyper-V. Включаем виртуализацию в BIOS, добавляем роль Hyper-V и работаем с дифференциальными дисками. Итак, в первую очередь, что хотелось бы еще отметить. Для того, чтобы включить виртуализацию в BIOS, там, как правило, если компьютер не сильно новый, там может быть два параметра. Enable Virtualization, я встречался в старых платах ASUS, там виртуализация называлась Wonder Proof Technology, то есть вот ее приходилось включать. И стандартно, опять же, для Intel, Parameter Executed Disable Bit должен быть Enable, а у AMD NdNX Bit тоже должен быть Enable. Теперь, после того, как мы включили эти параметры в BIOS, обязательно будем добавлять роль Hyper-V. Каким образом это делается? Давайте я вам продемонстрирую. Запускаем сервер-менеджер. Стоит отметить, на этом компьютере я уже установил 2008 сервер, причем я его установил на виртуальный диск. Обратите внимание, что у меня диск 4 является диском C, и он подсвечен вот таким определенным цветом. И когда я смотрю, включая его свойства, там доступен параметр D-Touch VHD. То есть он является виртуальным диском. На диске C установлена на нем операционная система. А второй диск D, обыкновенный физический D, обыкновенный физический диск, на нем находится этот файл. Если я просто открою этот диск D, вот он видно, мой файл, в который я устанавливал операционную систему. Просто у меня на компьютере используется много операционных систем. Итак, давайте установим роль Hyper-V. Отдельно говорю, добавить роль Hyper-V. Вот здесь он мне предлагает выбрать виртуальную сеть, которая будет использоваться для виртуальных машин. У меня тот сетевой, хотя у меня на компьютере два сетевых адаптера, один из них отключен. Поэтому для него он недоступен, если я сейчас включу Enable этого сетевого адаптера, и прерву работу мастера, и запущу мастер этот повторно, то появятся оба сетевых адаптера. То есть выберу адаптер Internal для внутри. И запущу установку Hyper-V. После этой установки система перезагрузится. После успешной установки Hyper-V посмотрим на наш хост. Непосредственно, что мы должны на нем проверить, чтобы в нашем хосте было установлено драйвера видеокарты. То есть можно посмотреть Screen Resolution, Advanced Settings, и увидеть, что у нас есть установленная видеокарта с ее драйверами. Свойства этих драйверов, что драйвера, допустим, свежие, да, 26.01.2011. Также можем дополнительно посмотреть, что у нас должны быть установлены дополнительные программы, опять же, для комфортной работы. Но это дело вкуса. Что я бы хотел отметить? Желательно, чтобы вы сразу установили необходимые фичи. Это Desktop Experience, Net Framework, которые позволят, без наличия которых некоторые программы просто не установятся. Итак, естественно, необходимо поставить все последние обновления Windows. Желательно, потому что этот хост уже будет там. Будут определенные проблемы с обновлением. Они будут возможны, но там есть определенные нюансы. И желательно какое-то поставить антивирусное программное обеспечение. Я выбрал Microsoft Forepoint Endpoint Protection. Причем я не стал разворачивать ни консоль, ничего. Я просто развернул клиента, и этот клиент берет обновление напрямую с Windows Update. То есть он будет защищать мой хост виртуализации. Итак, после того, как мы все это сделали, сейчас мы произведем перезагрузку и загрузимся под другой операционной системой или, как вариант, с компакт-диска, с DVD-диска, с дистрибутива операционной системы, где мы можем ввести в командной строке создать дифференциальные диски и настроить на загрузку этих дифференциальных дисков. Теперь рассмотрим идею дифференциальных дисков. Идея следующая. То есть у нас есть базовый диск, который мы создали, в котором мы все установили. Теперь на его основе мы создадим дифференциальный диск. Создается эта команда diskpad в командной строке create-way-disk-file-c основной диск, который будет создан с именем div. И указывается parent на основании ко-диска. То есть реализуется вот эта связка. Теперь делается bsd-edit-copy-default учетной записи, sd-description с новым названием 2008-r2-dif. И вот эти две команды ставят параметры загрузки, что загрузка с девайсом, sd-device, для того, чтобы систему при запуске выбирать, откуда нам грузиться. Можно, в принципе, сделать и его по умолчанию. Нюанс такой. То есть как только вы сделали набор дифференциальных один или два или три дифференциальных диска к основному диску нашей операционной системы, то есть грузиться уже с него нельзя. И поэтому, чтобы случайно с него не загрузиться и не испортить все наши дифференциальные диски, мы уберем пути загрузки к этой системе. Давайте я продемонстрирую, каким образом это делается. Я сейчас напоминаю, что загрузился с другой операционной системы. Запускаю командную строку стандартно с правилами администратора. Запускаю команду diskpad создания диска. Заранее у меня уже в блокноте приготовлены коды небольшие. То есть первая команда идет create vdiskfile, вот этот я создаю D1, первый дифференциальный диск на основании уже созданного диска. Была ошибочка. В данном случае, если система была у меня под рукой загружена, здесь, наверное, все-таки команда будет на диске D, потому что это у меня был шаблон для операционной системы, которая была родная, грузилась с диска C. Сейчас просто система грузится с vdiskfile и для нее в данном случае обыкновенный диск C жесткий будет диском D. Теперь выходим, теперь скопируем bsd-edit-default-запель, сделаем, что у нас будет дефиленциальный диск. Обратите внимание, запись добавилась, и вот этот индикатор этой записи мы должны его скопировать, потому что он дальше понадобится нам при работе с кодом. То есть вот мы его сюда скопируем и поставим. Он нам пригодится. Давайте посмотрим просто команду bsd-edit, которая у нас существует. У меня просто много загрузочных дисков для того, чтобы понять, каким образом она работает. Это она, сейчас бутыни в 2008 нет, вместо него как бы это все заменяет bsd-edit, там область своя загрузочная. Вот сам наш сервер, который грузился с диска D Win в этом контексте. В этом контексте был. Вот другая операционная система Windows 7 подразумевалось, что диск D грузился. Здесь мы тоже изменим, потому что в этом контексте это будет диск D и дадим эти две команды. И дадим эти две команды. Перед тем, как мы посмотрим ms config, обратите внимание, наша загрузочная запись появилась. Сейчас мы укажем, откуда грузиться. Параметры добавили успешно. Выходим и попытаемся загрузиться. Итак, после того, как мы перегрузились, выбрали нашу созданный дифференциальный диск, можем посмотреть в команде ms config в разделе boot, что вот мы Windows 2008 SP1 D текущая операционная система. В общем-то, более подробно можно посмотреть в команде bsd edit, которая говорит, current текущая операционная система грузится с диска, который находится на диске с физического диска, который находится в файле. Этот файл лежит на диске D V2K8 SP1 D1. Теперь, чтобы у нас не было проблем, по ошибке не загрузить операционную систему, мы просто удалим эту запись Windows 2008 R2 Windows, по которой первоначально мы грузились. Учетная запись удалена. Здесь также можно поставить дефаут, которая позволяет нам дефаут загрузку, которая позволяет нам выбрать систему, которая будет грузиться по умолчанию. Как правило, это домашняя Windows 7, которой пользуются все домочаться. Итак, загрузка у нас получилась, система у нас есть, мы можем в принципе на основании этого базового диска создать несколько дифференциальных дисков, причем для примера в одном мы можем поднять контроллер домена, в другом не поднимать и проводить различные исследования. При необходимости мы можем просто удаляя эту загрузочную запись и дифференциальный диск удалять отработанные экземпляры операционной системы. В дальнейшем, как вариант, смотрите, если приходят какие-то важные обновления, мы можем удалить все ненужные наши дифференциальные диски, которые вообще не используются, опять же, прописать путь на загрузку к основному диску, к базовому, зайти под ним, поставить все необходимые обновления, там полное тяжелое обновление антивирусной базы всего и потом уже опять на основании этого заморозить этот диск, отключить его, сделать его а-ля только для чтения, образно говоря, и использовать его, опять же, как базовый, сделав на его основе несколько дифференциальных дисков. Итак, подробное изложение этого материала есть на сайте IT-Band мои статьи, в разделе домашняя виртуализация, нечто подобное можно найти в разделе мобильная виртуализация, техдес, доклады по загрузке с VHD дисков довольно много, там не только мы, причем не обязательно мои доклады, и Microsoft.com стандартный ресурс, который позволяет найти ответы почти на все вопросы. спасибо за внимание. Руслан Михайлов субтитры создавал DimaTorzok